сейчас мы с вами в Виннипеге это ну понятное дело что это не сам город вот это в принципе это город это Виннипег просто мы проезжаем по касательной ну так скажем по окружной у меня нет сегодня возможности и времени здесь видите здесь будут строить дома живо огорожено забором будут строить дома вот такие дома как обычно обычные дома только здесь что-то как-то вот некоторые стекла окна несколько было какие-то побольше чем обычно обычно вот как здесь ну ладно неважно и вот еще тоже посмотрите строят какой-то склад строят какой-то склад тоже деревянный правда нет здесь есть каркас а нет нет тоже деревянный хорошо гореть будет если что в общем что Америка что Канада дерево очень любят использовать да и Виннипег в том числе чем не отличается в этом плане как я сказал мне не будет возможности проехать через город как-то как-то в другой раз потому что я сам там центре еще ни разу не был надо будет посмотреть заснять но не в этот раз и я направляюсь теперь из Манитобы мне надо будет ехать в сторону Соскачевана пересечь эту провинцию и я еду в Альберту я надеюсь что я успею сегодня доехать пересечь границу Альберты мне должно по идее не хватит доехать до клиента где-то 400 примерно 400 но может 500 километров разгрузка у меня в пятницу уже договорено должен я быть примерно в полдень там может в час в два дня а загрузка еще не знаю точно где но уже уже вроде ее мне нашли информацию не получил загрузка будет аж в понедельник так что суббота воскресенье где-то буду если там будет что заснять значит пойду по хожу и вам поснимаю а пока еду дальше асфальтец что-то здесь не очень хороший прямо очень даже не очень и не беги по сути асфальт на хайвеях лучше чем в городах но так как и в Америке Америке асфальт на хайвеях тоже лучше чем в городах Монреаль тоже не исключение вот вы знаете вот я недавно прошел в этом месте я прошел инспекцию грузовика годовую техосмотр для того чтобы доказать что мой грузовик безопасен для использования на дорогах в Канаде а вот дороги в Канаде вообще не очень безопасно для использования использование моего грузовика почему всем нам наплевать что мы Виннипек ну понятно как я уже сказал это не центр кто-то там из бревен делает стулья это прикольно как я сказал это конечно не центр в центр города мы как-то с вами еще съездим но не в этот раз может быть если бы я вчера не потратил столько времени на вот весовая кстати весовая но она была закрыта так вот если бы я вчера не потратил столько времени на плохую погоду может я сейчас бы и смог бы проехать хотя в принципе наверное может быть тоже бы не получилось потому что скорее всего у меня загрузка была бы на пятницу это сейчас перенесли на понедельник ну ничего не все в одном репортаже у нас с вами еще даст бог жизни долгой много времени для того чтобы все показать наверное я выехал а да все я выехал из Виннипега так мы немножечко по его территории проехали ну и все теперь я еду в сторону Соскочевана что еще могу сказать могу сказать из крупных городов Виннипег по-моему один из самых дешевых городов где для жизни имеется в виду самая большая статья расходов это недвижимость что-то там у него закипело надеюсь что не горит может и горит сука горят колеса так ладно я пошел помогать все сбегал я с огнетушителем обычно здесь особо никто не останавливается вы помните у меня была ситуация горели колеса трейлера ни одна падла не остановилась но я хотя нетушительство и денег здесь все начинают думать ой мы нетушительство и денег короче я сбегал но пожара у него нет вы не поверите у него так работает Риджин это ну кто водитель знает короче это система которая выжигает сажу из выхлопной трубы короче так у него работает Риджин вот остановился я остановился еще один мужик старый правда у него нет ни тушителя ни воды вот и сейчас вот еще останавливался еще один грузовик а все остальные проезжают так что я сбегал но помощь не нужна кто за рулем ну как обычно индо-пакистанец он поблагодарил кстати старый канадец который тоже остановился тоже сказал мне говорит большое спасибо что ты остановился благодарят потому что здесь это необычно ладно едем дальше ей богу до сих пор сердце колотится от всплеска адреналина явно явственно вспомнил как у меня горели колеса трейлера как это все взрывалось так что схлопотал я всплеск адреналина еще раз выбежал я естественно без телефона без камеры без нихрена ну там как говорится честно говоря я уже не думал что что-то снимать хотя когда туда бежал думал что если а не тушитель израсходу и уже помочь нечем будет то камера бы не помешала но уже возвращаться я не стал ой в общем вот такая работа и вы знаете пока я там стоял я здесь сейчас загружаю видео уже выставлю его ночью у вас это будет утром вы попросили чтобы я не делал прямые эфиры а загружал потому что из-за интернета так как бы более качественно вот сейчас я загружаю 77 процентов осталось и поэтому я еще постоял какое-то время еще там два трака остановилось два трака остановилось то есть из этого я не знаю опять таки я не хочу я не хочу ошибиться я не хочу сказать что-то такое неправду вот но факт в том что когда у меня реально горел трейлер ни одна у нас вот падла в америке так и не остановилось в канаде остановился я еще мужик остановился вместе со мной и пока я стоял в общем то еще остановилось два трака то есть четыре а это уже совсем неплохо так что ну такой скромный вывод из этого я делаю что все таки в канаде водители все таки какую-то совесть имеют ладно ребята на этом я закончил этот репортаж как я сказал они у меня совершенно небольшие чтобы вам было не тяжело информативно и интересно смотреть все всем пока до новых встреч а я еду дальше у меня где-то наверное километров пятьдесят и я буду пересекать из Манитобы Соскачеван там у них столица это город Риджайна или Регина кто не знает я лично честно говоря живя в Канаде уже это лет по-моему 13-14 я особо и не знал какая там столица Соскачеване какая-то там маленькая столица такая в общем цель пересечь и Соскачеван и заехать в Альберту все всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч